Продолжение следует... Дорогой Небесный Отец, этот хлеб — это тело Твое, это вино, это кровь Твоя. Ты сказал, ешьте Мое тело, пейте Мою кровь и будете иметь жизнь вечную. Ядущий Твое плоти, пьющий Твою кровь, имеет жизнь вечную. Ты, Иисус, хлеб, шедший с небес, ты, но вино от Царства Небесного, ядущий Тебя не умрет вовек. Ты сказал, отцы Ваши ели манну и умерли в пустыне. Хлеб же, который я даю вам, дает жизнь миру. Я и этому миру. Аллилуйя. Слава Тебе, Мой Небесный Отец. Сегодня открывайся нам еще больше во имя Иисуса Христа. Открывайся шире во имя Иисуса Христа. Утверждай то, что Ты хочешь вложить в нас, утвердить то, что Ты хочешь нам открыть во имя Иисуса Христа, чтобы это стало нашей плотью. Во имя Иисуса Христа. Молись. Аминь. Ешьте это все. Пейте это все. Мы, как и на всех богослужениях, будем им сейчас исповедовать положительное исповедание в нашу жизнь. Потому что, апостол, потому что Слово Божие говорит. Да? Будем держаться исповедание, упование нашего неуклонно. Аллилуйя. Я и Христос одно. Я и Отец одно. Я обновляюсь Духом ума моего. Я бессмертна. Я не тленна. Братья, говорите на себя. Да я бессмертен. Я не тлен. Я имею жизнь с избытком. Я богата на всякое доброе дело. Имею всякое довольство. Я исцелена ранами Иисуса Христа. Я любимая невеста Иисуса Христа. Я любимый жених Иисус Христос. Я любимая невеста Иисуса Христа. Я любимая дочь Небесного Отца. Я любимый сын Небесного Отца. Я желанная и вожделенная. Я желанная и вожделенная. Я чистая и совершенная. Я чистая и совершенная. Я победила мир своей верою. Я никому ничего не должен, кроме взаимной любви. Я никому ничего не должен, кроме взаимной любви. Я никому ничего не должна, кроме взаимной любви. Я искуплена кровью Христа от суетной жизни. Я прославлена, я прославлен. Я вознесена, я вознесен. Я воскресла со Христом, я воскресла Христом. Я животворена, я животворен. Я посажена на небесах во Христе Иисусе. Я прекраснейшая из женщин, я прекраснейшая из юноши, я словно лилия среди терни, то я возлюбленная твоя среди деревьев, я словно яблоня среди лесных деревьев, то я возлюбленный твой среди юноши. У меня ум Христов, у меня ум Христов, у меня мудрость, сходящая свыше, я благословен, я благословенна, я всезнающая, я вездесущая, я всемогущая, я всемогущая, я чудесная, я сверхъестественная, я талантливая, я милосердная, я долготерпеливая, Я многотерпеливая, я многомилостивая, я истинная, я истинная, я великолепная, я величественная, я величественная, я кроткая, я кроткий, я праведная, я праведная, я святая, я святой, я непорочная, я непорочная, я благодарная, я благодарная, я блаженная, я блаженная, я совершенная, Я радостная, я радостная, я веселая, я успешная, я насыщенная, я блестающая, я плодовитая лоза, я славная, я славная, я новый Иерусалим, сходящий с неба от Бога, как невеста украшенная для мужа своего. Я девственница, я девственник, я иду за Иисусом, куда бы он ни пошел, аллилуйя, и дух, и невеста говорят, приди, аллилуйя, слава тебе, Господь. Ну что, давайте с вами споем о нашем небесном отцу, да, сделали все наоборот, ну да ладно. Песня молитвы называется «Не позволяй», она родилась 20 января 2011 года. Подпевайте со мной, драгоценные. Вот так, поет Господь Иисус, а я подпеваю, и вы вместе со мной. Не позволяй мне уйти, Бог мой, Что бы ни случилось со мной, Я хочу остаться с тобой, С тобой. От Духа Твоего куда уйду, От лица Твоего куда убегу, На небо ли взойдут, Приисподнюю взойдут, Ты там. Не позволяй мне забыть Тебя, Когда благословишь Ты меня, Я хочу, Я хочу, Хочу Тебя, Тебя. От Духа Твоего куда уйду, От лица Твоего куда убегу, На небо ли взойдут, На небо ли взойдут, Приисподнюю взойдут, Ты там. От Духа Твоего куда уйду, От лица Твоего куда убегу, На небо ли взойдут, На небо ли взойдут, Приисподнюю взойдут, Ты там. Аминь, Слава Иисусу. Это слова Давида, Царя Избральского. Аллилуйя. Он говорил, да, Господь, Куда я уйду от лица Твоего. Сегодня будем размышлять над Словом Божьим. У нас сегодня на очереди Исход 24-2. Давайте откроем. Исход 24-2. Моисей один пусть приблизится к Господу, А они пусть не приближаются, И народ пусть не восходит с ним. Аллилуйя. Слава Господу. То есть у нас есть уровни, да, Приближения к Богу. Кому-то можно приближаться к Богу, Кому-то было нельзя приближаться к Богу. Вот. Господь избрал Моисея, Для того, чтобы он мог приближаться к Богу, Чтобы он вел народ. Самой, да. Для этого нужно было ему Приблиться к Господу. Настолько близко, да, Что Бог называл его своим другом. Это еще было до того, Как Иисус умер на кресте. И Бог избрал Моисея, Чтобы он выводил его из египетского рабства. Кого Бог избирает, да, Того Бог использует для того, Чтобы выводить народ Божий из рабства. Из рабства сатаны, Из рабства дьявола, Из рабства мирской системы. Вот. И потому что мы не от мира всего. Иисус говорил, я не от мира всего, Как и вы не от мира всего. То есть, кого Иисус избирает, да, У того перед Богом определенное положение. То есть, Он избран Богом для того, Чтобы выводить народ. Да, потому что Он ставит царей священников, Написано, и мы будем царствовать на земле. Аллилуйя. Мы находимся на престоле, на небесах по Христе Иисусе. Но Бог, Он царствует везде. Он и на небе царствует, и на земле царствует, Он везде царствует. Потому что Иисус сказал, дана мне всякая власть на небе и на земле. Скажи, дана мне всякая власть на небе и на земле. Аминь. Те, кто слушает мои слова, тот будет царствовать. Аллилуйя. Слава Господу. Кто-то избранный, да? Аминь. Избран Богом. Аллилуйя. То есть, Бог избрал Моисея. И Он говорит, только Ему можно приближаться. И Бог находится на горе. То есть, возвышенное место – это место, где обитает Господь. То есть, мы можем, да, передвигаться повсюду, быть вездесущими. Но есть место, где мы обитаем, где место нашего покоя. Место, где мы находимся, где мы живем. Так же Бог, Господь. Он, Его престол на небесах, да. Но есть место обитания, это гора. Вот. И куда мог приходить Моисей. То есть, у нас есть определенные уровни приближения к Богу. Аминь. А по новому завету мы приближаемся к Богу в своих мозгах и в сердце. Вот. Потому что нам нужно менять мышление для того, чтобы быть близко к Богу, да. Для того, чтобы… Потому что мы и так близко к Богу. Вот. Но наши мысли, они… Наши мысли, они отдаляют. И отдаляют людей от Бога их мысли. Вот. Неправильные мысли какие-то, которые приходят, которые вкладывают этот мир или дьявол. Вот. Вот. Или сам человек думает неправильно о Боге, потому что он его не знает. Наша задача сделать так, чтобы люди знали Бога, чтобы мне самой знать Бога и чтобы я могла передать то, что я знаю о Боге, то, что я знаю Бога, то, что Бог является… Насколько Бог явится через меня, насколько Он проявляется через меня, вот то я и могу дать. Я могу явить Иисуса ровно настолько, насколько Он явил мне себя. Аминь. И Моисей вывел, да, и израильский народ из египетского рабца. Да, было тяжело, было трудно. И даже было еще тяжелее, когда фараон не хотел отпускать израильский народ из египетского рабца. Было вообще тяжело, очень сильно. И даже стало еще хуже, чем было до того, как Моисей не пришел, да, к фараону и не начал просить за народ, чтобы его выпустили. Вот. И фараон еще больше ожесточился. И поэтому, когда вы приходите к Иисусу, да, и вам кажется, что ваша жизнь стала хуже, чем было до того, как вы уверовали, вы должны понимать, что это просто не хочется, как она вас отпускает. Я извиняюсь, что это случилось. Иисусу. Я тебя ждала вчера. Вот это фуховик, это, я не знаю, что он сразу будет, это одесская. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Порой бывает, что жизнь становится еще сложнее и труднее, чем было до того, как мы уверовали в Иисуса. Вот, поэтому нас не должно это останавливать, это не должно быть препятствием для того, чтобы продолжать верить в Иисуса, держаться за Него крепко, потому что действительно, скоро Он не устоял, вот, и Бог все равно вывел свой народ из египетского рабства. Сейчас, по Новому Завету, мы... Также Господь нас выводит, да, из этой мирской системы, выводит нас из этого рабства мирской системы и мышления, вот, которое есть рабское мышление людей. И, вот, Бог нас хочет сделать свободными, чтобы мы действительно были образы подобия Его. Аллилуйя! Слава Иисусу! Давайте откроем ИФ-1-15. 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 Как напали сови, они взяли их, а отроков поразили острием меча. И спаси только Я один, чтобы возвестить Тебе. Аминь. Слава Иисусу. Пришел человек и сказал что-то плохое, какую-то плохую весть принес. Мы же наоборот, Бог нас избрал для того, чтобы говорить радостную весть о том, что мы спасены, что Бог в Иисусе Христе прощает нам все наши грехи и дарует нам вечную жизнь. Вот. И мы можем быть теми единственными, которых Бог избрал, которые остались в живых. Вот. И ты можешь быть этим избранным, который остался в живых для того, чтобы говорить эту радостную весть. Потому что Библия говорит, не умру, но буду жить и возвращать дела Господни. Аминь. А люди умирают, потому что у них нет смысла в жизни. Вот. То есть они прожили просто для себя. Да, да. И не было никакой определенной цели. Вот. А нам Господь дает определенную цель. Да. И мы можем смотреть глазами Божьими на ту ситуацию, которая происходит в нашей жизни сейчас. Вот. И проходить те испытания, которые у нас есть, с легкостью, потому что мы понимаем цену, понимаем, куда мы стремимся и чего мы достигнем. Вот. Что нас ждет, в конце концов. Вот. И ради этого мы можем немножко пострадать. Вот. Ну, чуть-чуть совсем кратковременное, легкое страдание. Аллилуйя. То есть мы должны понимать, да, что ты, если избран, то ты, то Бог называет тебя единственным. Единственный, который нужен Богу. Единственный, который Бог избрал. Вот. Для определенной цели. Говорите радостную весть. Не умру, но буду жить и возвращать дела Господни. Итак, Исайя 2.11. Исайя 2.11. Исайя 2.11. Поникнут гордые взгляды человека, и высокое людское унизится, и один Господь будет высок в тот день. Аллилуйя. Слава Господу. По Новому Завету Бог называет нас, то, что мы одно с Богом, да, как мы и говорили. Я и Отец одно, я и Христос одно. И все человеческое, оно, оно, все Божие, оно мудрее человеческого. Даже самое немощное Божие, оно сильнее человеческого. И самое немудрое Божие, оно мудрее человеческого. А здесь говорится о том, что именно людское, человеческое, оно унизится. Оно, и все гордое людское, оно унизится. А высок будет только один Господь. И мы должны понимать, что высок один Господь – это я. Потому что мы в нем сейчас посажены в Иисусе Христе. Если я и Иисус Христос одно, если я и Отец одно, значит только я один-единственный. Скажи, я один-единственный. Скажи, Михаил, я один-единственный. Высок буду в этот день. То есть все в тот день. Один Господь будет высок в тот день. А этот день уже сейчас наступил. То есть не надо ждать, что когда-то он наступит. То есть все в нашей голове и в нашем сердце. Мы должны понять – сейчас один Господь высок. То есть не когда-то потом наступит этот день, неизвестно когда. Он уже наступил. Нам нужно верить, что уже наступил этот день. И высок Господь сейчас уже. Сейчас Он высок. Не потом, когда-то будет высок. Вот, потому что все равно Он выше, Он превыше всех всегда. Вот, Иисус Христос и вчера, и сегодня, и во веки тот же. То есть, один Господь высок. Аллилуйя. И мы имеем власть над временем, да, мы можем перемещаться во времени, мы об этом уже проповедовали, что, если мы верим в Иисуса, то, что мы во Христе, и мы имеем власть над временем, находиться в том времени, где мы захотим. Вот. И аллилуйя. То есть, я хочу сейчас находиться в этом дне, где один Господь высок в тот день. То есть, этот день уже наступил. Скажи, этот день уже наступил, я уже высок. Аминь. Потому что Господь, Он отождествляет меня с собой. Он говорит, что я вселюсь в них, и буду ходить в них, и буду с Богом, и они будут моим народом. То есть, Бог живет во мне. То есть, скажи, я высок. Я высок. Уже сейчас. Потому что Иисус Христос живет во мне. Отец Небесный живет во мне. Аминь. Матфея, 19, 17. Матфея, 19, 17. Он же сказал ему, что ты называешь мне благим? Никто не благ, как только один Бог. Если же хочешь войти в жизнь вечную, соблюди заповеди. Аминь. Слава Иисусу. То есть, Иисус принял образ человеческий. Я тоже могу сказать. Я могу выбрать образ человеческий. То есть, я не ограничена тем, чтобы только говорить, что я богиня, и все. И что я не человек больше. Потому что Иисус во мне. Иисус, Он соединил и небесное, и земное. Тут Иисус просто говорит, что я человек. Я человек. Такой же, как и ты. Что ты меня называешь благим? Один только Бог благой. То есть, это природа, природа Божья такова, что Он может перевоплощаться. То есть, Он захотел стать человеком, стал человеком. Захотел стать Богом, стал Богом. То есть, никто не может сказать ничего против тебя. Что бы ты ни говорил, ты всегда прав. Вот. И Он говорит, что что ты называешь мне благим? Только один Бог благой. И это же богатый юноша к нему подошел и спросил, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную. И Он им сказал, соблюдай заповеди. Если хочешь войти в жизнь вечную. Это еще был разговор до того, как Иисус умер на кресте. И этот юноша, он был богатым, потому что он соблюдал и так все заповеди. Он сказал, я все это соблюдаю от юности моей. И Иисус ему говорит, одного тебе не достает все, что имеешь. Иди продай, раздай нищим и будешь иметь сокровище на небесах, следуй за мной. Вот. И Он отошел с него печалью от Иисуса, потому что у него было большое имение. Он не хотел с ним расставаться. Вот. То есть, Он посчитал свое имение дороже Иисуса. А так не должно быть. То есть, каждый из нас должен понимать, что дороже Иисус. И Тот, Который дал Ему это все имение. И даже Иисус ему дал все это имение. А Ему было жалко с ним расставаться. Вот. С тем, что Господь дал. И порой то, что Господь нам дает, мы ценим это больше, чем самого Бога. Чем того, кто нам это дал. Нам нужно изменить свое мышление. Нам нужно сделать так, чтобы именно Господь стал на первом месте в нашей жизни. Чтобы Он стал дороже всего, что Бог нам дал. Вот. Особенно за материальное, да. Люди держатся очень. Вот. Им это жалко. Вот. Отдавать. Потому что... Потому что они туда вкладывали свою душу. Вот. А душа – это кровь. Душа – это кровь. Это получается, что ты отдаешь свою кровь, ты отдаешь свою душу. Ты туда вкладывал, ты тратил время, силы на то, чтобы заработать деньги, да. А тут тебе, говорит, надо отдать. Вот. Это получается, душу отдаешь. А Иисус говорит, нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей. То есть, а Бог именно так любит нас, что Он даже душу свою отдал. То есть, Бог отдал самое драгоценное, что у Него было. Во-первых, Он дал все. Вместе со Своим Сыном Он отдал нам все наследство. И Он теперь говорит, все, что мое – это твое. А все, что твое – это мое. То есть, все богатство этого мира – серебро, золото, все материальное – Он отдает нам, избранным, единственным, которого Он избрал. Вот. При условии, если мы действительно сделаем приоритетом номер один в своей жизни – это Иисуса. Это нашего Небесного Отца, Бога. Потому что нам нужно ценить именно самого Бога, а не то, что Он нам дает больше. Мы должны ценить то, что Бог нам дает, да. Заботиться о Нем, управлять этим, тем, что Бог нам дал. Но нам нужно, в первую очередь, больше всего ценить самого Бога, который дал нам это все. И если мы ценим больше то, что нам Бог дал, то мы это потеряем. Вот. Но когда мы ценим больше всего Бога, который нам дал, это все, то нам приумножится то, что Бог нам дал. Вот. Это, конечно, нужно веру такую иметь, да. И доверие Богу, потому что, потому что со стороны будет казаться, что ты неудачник. Вот. И что тебя обманули. Вот. Но на самом деле, вот, Бог все сделает так, да, что все твои враги просто ахнут, удивятся. И, в общем, это все людское гордое, оно унизится. Вот. Один высок, один Господь будет высок в этот день. Все зависит от нашего мышления. Как мы сами думаем о себе. Как мы сами думаем о Боге. Потому что Бог – это я, а я – это Бог. Если я ценю, прежде всего, что-то материальное, значит, я не люблю себя, потому что Бог во мне живет. Вот. Значит, я не ценю самого себя, потому что Бог во мне живет. Понимаете? Если, получается, а Иисус говорит, возлюби ближнего, как самого себя. Если я не люблю себя, как я могу возлюбить ближнего своего? Вот понимаете, вот такая вот цепочка получается, что когда мы ценим что-то больше, чем Бога, это значит, мы не любим себя, получается, потому что Бог теперь во мне живёт. Вот. И Он не разделяет меня с собой, Он не говорит, ты это ты, а я это я. Он говорит, я это ты, а ты это я. Вот так вот сейчас по Новому Завету. Это раньше было по Ветхому Завету, ты это ты, мои мысли это не твои мысли, как небо высоко выше земли, так мои мысли выше мысли твоих, говорил Господь, а сейчас нет. По Новому Завету мои мысли это Божьи мысли, Божьи мысли это мои мысли, то есть мы должны отождествовать себя с Богом всегда, и Он нас не разделяет с собой. Аминь. То есть, когда я люблю Бога, я люблю себя. Скажи, если я люблю Бога, я люблю себя. Аминь. Если я ценю что-то больше, чем Бога, значит, я не ценю себя. Вот, потому что Бог живёт во мне. Аллилуйя. Так, 1 Коринфянам 6,17. Отсоединяешься с Господом, есть один дух с Господом. Аминь. Слава Иисусу. Я уже соединилась с Господом. Скажи, Михаил, я уже соединился с Господом. Я один дух с Господом. Аминь. То есть, сердцевина нашего Я – это наш дух. Вот, это настоящее Я. Дух – это настоящее Я. Аллилуйя. И потому что именно посредством Духа мы можем общаться с Богом. Потому что раньше, когда я не была верующая, вот, мой дух был мёртв. И я не общалась с Богом. Я его не знала. Ну, вот. Хотя и душа, и тело, оно тоже принадлежит Богу. И оно тоже одно с Господом. Потому что и моя душа, потому что кровь Иисуса в нас течёт. Вот, мы дети Божьи, значит, кровь Божья в нас течёт. У нас новая кровь. Вот. И наше тело, оно тоже тело Иисуса. Потому что моё тело – это тело Божье. А Божье тело – это моё тело. Нам нужно так думать. Аминь. Слава Иисусу. Галатам 3.20 Написание всех заключило под грехом, дабы опитование дано было по вере в Иисуса Христа. Так, что там? Права там 3.20, правильно? А, но посредник при одном не бывает, а Бог один. Но посредник при одном не бывает, а Бог один. Чтобы было понятно, мы прочитаем тут ещё 19 стих. Для чего же закон? Он дан после, по причине преступлений, до времени пришествия семени, к которому относится обетование. И преподан через ангелов рукою посредника. Но посредник при одном не бывает, а Бог один. И так закон противен обетованиям Божьим? Никак. Ибо если бы дан был закон, могущий животворить, то подлинно праведность была бы от закона. Но Писание всех заключило под грехом, дабы обетование верующим дано было по вере в Иисуса Христа. Аминь. Здесь говорится, что Бог один. Скажи, Бог один. Бог один. Я Бог. Я один Бог. Я один Бог. Я Бог. Я Бог. Царство Божье внутри меня есть. То есть во мне все люди, которые были от начала создания всего этого мира, они все живут во мне, потому что я Бог. Во мне Царство Божье внутри меня есть, сам Иисус сказал. И я в Боге, я в нем. То есть каждый человек, который так же уверен, как я, и скажет, что я Бог, и Бог во мне, и я это Бог, а Бог это я, он тоже может сказать, что ты живешь во мне. То есть ты Царство Божье внутри меня есть, значит ты живешь во мне. То есть каждый человек, кто примет это, он тоже может так же говорить, и действительно так оно и есть. Это в духе Писания, это я ничего с тебя не придумала. Вот, потому что мы во Христе, Христос в нас. Аллилуйя, это новый завет Господа нашего Иисуса Христа. Мы соратненные кровью Иисуса Христа, нас уже никак не отделить от Бога, мы уже одно с Ним, и никак никто не отлучит нас от любви Божьей написано. А любовь Божия поселилась в нас, Духом Святым данным нам, поэтому мы никак не можем от Него отделиться. Куда бы мы ни ушли, даже в преисподнюю он там, на небо бы забрались, он тоже там, никуда от Него не скроешься. От лица Божьего никуда нам не скрыться. Если Бог тебя избрал, все, ты никуда не скроешься. Это все равно, что мое тело, да, голова от меня никуда не убежит, потому что она торчит на моих плечах. Вот, и так же Бог, рука не может сказать, куда я уйду, я же принадлежу к этому телу. Точно так же. Вот, и мы с вами, если я являюсь Его телом, я не могу никуда уйти. Вот. Аллилуйя. Это только если придет враг, насильно, да, там, что-то сделать, там, отрубить, там, руку, там, или еще что-то сделать. Вот. А так сам, сама по себе рука не убежит. Я сама по себе не убегу никуда. Но Бог нас хранит, да, чтобы дьявол ничего не сделал с нашим телом. Но и мы сами тоже должны быть начеку, чтобы не давать дьяволу место. Аминь. Ефесянам 4,5,6 Один Господь, одна вера, одно крещение, один Бог и Отец тех, который над всеми, и через тех, и во всех, на. Аминь. Ну, вот то, о чем я говорила, что один Бог. Скажи, я один Господь. Один Господь. Одна вера, одно крещение, один Бог и Отец всех. Скажи, я Отец всех. Я Отец всех, который над всеми. Над всеми. Над всеми. И через всех написано. То есть, не только через меня, вот, но через всех. То есть, мы должны рассматривать даже все церкви, которые есть вокруг нас, да, даже, ну, в других странах, не только в России, вообще по всему миру, по всей вселенной, все наши братья, сестры во Христе. То есть, через всех их. И во всех нас один Господь и Отец всех. Аминь. То есть, мы должны рассматривать так вот, на себя смотреть, как, потому что Бог видит нас, как одного человека. Всех нас Он видит, как одного человека. Вот, и также по отдельности, мы сами, да, когда мы имеем общение с Богом, Он каждого из нас рассматривает, как одного человека, как будто бы на земле больше никого нет, кроме тебя. Вот, а там же так и есть, на самом деле. Потому что это природа Бога, Он может так делать. Вот. Человеческому уму это не понять, вот, но мы имеем ум Христов и мудрость, которые еще свыше, поэтому мы так и рассматриваем. Все через глазами Божьими смотрим, потому что это все Его творение. Ему, Он не хочет ничего от себя отвергнуть. Он хочет сделать все, чтобы было в гармонии. Вот. И Он не хочет, чтобы кто-то что-то погибло, что-то умерло или так далее. Поэтому Он хочет захватить все. И поэтому Библия говорит о том, что все враги наши будут положены под наши ноги, да. Они уже положены под наши ноги, вот. И доколе все враги не будут положены под ноги Иисуса Христа, все будет покорено Ему. И я должна сейчас уже думать о том, что все покорено Иисусу Христу. И не говорить о том, что земля это принадлежит дьяволу. Я должна говорить, думать о том, что все небо, вся земля это принадлежит Богу. Здесь царствует Иисус. Вот. И тогда сам Иисус написано покориться покорившему Ему все. То есть доводит Бог все во всем. Бог хочет, чтобы Бог был все во всем. Аминь. И Он единственный. Я все во всем. Аминь. Я есть это все во всем. Потому что Христос живет во мне, Отец Небесный живет во мне, Дух Святой живет во мне. Аминь. А Бог это есть все во всем. Значит, я и есть все во всем. Аминь. Иоанна 10.30 Иоанна 10.30 Так, Иоанна 10.30 Я и Отец Одно. Видите, Иисус говорит, Я и Отец Одно. Вот. И вот за это хотели побить камнями. Вот если бы я жила сейчас во Средневековье, то меня бы сожгли. За то, что я сейчас вам проповедую. Вот. Они бы сказали, это ересь, это ты что, какой ты Бог и так далее. Вот. И такое. Такое все. Иисуса действительно хотели побить камнями за то, что Он делал себя равным Богу. Мы должны подражать Христу. Мы не должны подражать дьяволу. Потому что про дьявола написано, да, Он хотел быть выше Бога. Он хотел быть подобен Всевышнему. И Его за это, ну, с небес спустили. А нас хотят отождествить дьяволом. То есть религия хочет нас отождествить дьяволом и сказать, что Ты чё? Тебя же свернет Бог с небес, как самого дьявола. Вот. А я не должна себя отождествовать с Атаной. Вот. Я должна отождествовать себя с Иисусом. Раз Иисус говорил, что Я и Отец одно, я должна за Ним повторять и говорить, Я и Отец одно. Раз Иисус говорил, Я и Отец одно, значит, Я говорю, Я и Отец одно. Он живет сейчас во мне. Он говорит то же самое. Что говорил тогда Я и Отец одно, то и сейчас говорит, но только уже через меня, через тебя, через тех, кто познал истин. Вот. То не уничижает Бога в себе. Нам нельзя унижать Бога в себе. Если я буду сейчас унижать себя, я же буду, значит, унижать самого Бога, получается. И, видите, 31 стих говорит. Тут опять иудеи схватили камень, чтобы побить его. Ну, а они действительно думали, что если побьют его камнями, значит, тем самым служат Богу. И вот. И католическая церковь во времена Средневековья думала так, да, что... И сама королева там думала, да, что если я сейчас уничтожу всех этих еретиков, ну, протестантов, то я, тем самым, я служу Богу. И они прям сжигали их там, пытали, чтобы они там всех вот выдавали этих еретиков, ну, якобы всех протестантов, вот. Кто был против римского папы и так далее. Вот. Им запрещалось читать Библию. Если даже просто Библию находили у них, то самое, все это считалось еретиком. Потому что он, как бы, сам будет истолковывать эту Библию, не дай Бог, а должны ее истолковывать только священники, вот. И вот именно личные отношения с Богом помогли мне истолковать. То есть я сама сейчас могу иметь Библию, каждый человек может иметь Библию, вот. И понимать ее по-своему, понимать ее по-своему, как Господь ему открывает. Каждому у него свой подход. Мы не можем быть одинаковыми, ну, в том плане, потому что Господь нас сотворил разными. Вот. И каждому у нас разный подход. Если я хожу в церковь, где там постоянно исцеление, я здоровая. Для меня это не актуально. Вот ходить в церковь, где там исцеляют, постоянно от каких-то болезней, постоянно от скопища больных, которым нужно исцеление. А если я здоровая, а зачем мне туда ходить? Просто смотреть, как Бог исцеляет других, а мне нужно что-то свое. Я должна получить от Бога ответы на свои вопросы. И вот поэтому и Господь говорит о том, что у каждого из нас должны быть личные отношения. И мы хотим, чтобы у каждого из нас, и Бог хочет, чтобы у нас, у каждого были личные отношения. То есть, чтобы в Библии мы нашли ответы лично на мои вопросы, которые меня интересуют. Вот. А Библия толстая. Не все еще, вот, куда я ходила в церковь, не могут истолковать там что-то, да, что непонятно, вот, допустим, там, мне. Мне, вот, расскажут постоянно от ней те же истории библейские, вот, в разных церквях, да, вот, но мне бы хотелось знать больше. Вот. И поэтому я стала самостоятельно, вот, рыться. Да, это тяжело самостоятельно рыться, вот, но я все-таки нашла, что Иисус, когда Его похоронили в гробу, Его тело не сгнило. Так, если тело Иисуса не сгнило в гробу, а Его тело, это мое тело, значит, мое тело тоже не должно сгниться. Почему это, если я и Иисус одно, Он же так же в теле воскрес, Он же сейчас живет в теле, в таком же теле, в каком Он воскрес, Его тело не сгнило, Его тело не сожрали черви. Почему мое тело, я должна умереть, и мое тело должно сожрать черви? Я не понял. Если я и Христос одно, так не должно быть. Вот, я начала искать в Священном Писании. Везде в церковь прихожу, там говорят, мы все равно умрем, тело умрет, только Дух останется живым. Но, слава Богу, я нашла единомышленников, которые тоже верят в то, что даже тело наше может не умереть, если я буду в это верить. Если я буду верить в то, что тело мое умрет, я умру. Но если я буду верить в то, что тело мое никогда не умрет, оно будет просто изменяться от славы в славу, как это изменилось в тело Иисуса. Вот, и стало славным, вот, то есть оно изменилось, оно стало славным, оно могло появляться где угодно, оно могло проходить через стены. То есть, это было проставленное тело Иисуса, когда Он воскрыл. Он мог становиться видимым, то есть, мог становиться невидимым. То есть, это природа Бога. И это можем тоже делать мы, если мы в это верим, если мы это примем в своей жизни. Если мы поверим в это, даже если никто вокруг нас в это не верит, я буду верить. Вот, но это хорошо, когда у нас есть единомышленники. И, слава Богу, я нашла тех верующих, которые действительно тоже верят, вот, что они никогда не умрут в теле именно, тоже в теле. Вот, что дух и душа, это понятно. Это уже все верят, что христиане все верят, что дух вечен, что душа вечна. А вот насчет тела не все верят в это. Вот. Аллилуйя, слава Господу. То есть, мы сейчас можем даже наоборот, молодеть, молодеть, иметь возраст Иисуса Христа постоянно, потому что у него возраст Иисуса Христа 33 года. Насколько ты хочешь выглядеть на такой возраст, на такой возраст ты и будешь выглядеть. Аминь. То есть, я и Отец одно. Аллилуйя. Кто-то видит отца какого-то деда старого с бородой, кто-то видит отца молодого. То есть, все зависит от того, как мы видим Бога, как мы его представляем. Кто-то его представляет с голубыми глазами, кто-то его представляет с карими глазами, ну, именно в теле. Вот, каким он тебе представляет, такой он и есть. То есть, у каждого из нас личное отношение с Богом. Каким ты хочешь видеть Бога, он тебе придет таким, каким ты хочешь видеть Бога. Если ты хочешь видеть Бога карателем, Он придет тебе в виде карателя. Если ты хочешь видеть Бога любящим, Он придет тебе как любящий Бог. То есть все зависит от того, как ты думаешь о Боге. Если ты думаешь, что Бог жестокий, если ты думаешь, что Бог наказывает, то и будет. То, как ты веришь, как ты воспринимаешь, то и будет. Так и есть. Потому что многие общины, они верят, что Бог наказывает, Бог это самое, чему-то учит через то. И вот они так верят, и так и происходит в жизни. А те люди, которые верят, что Бог их любит, что Он постоянно их милует, постоянно Он за них, постоянно Он только на их стороне, и Он всегда за них. Вот так и будет, так и будешь получать. Вот как ты веришь, так ты и будешь получать от Бога. Поэтому нам очень важно думать позитивно, думать хорошее о Боге, что Он всегда за нас. Аминь. Иоанна 10. Так. Итак, Ефесянам 2.15. Ефесянам 2.15. Упраздни, прожду плоти, свой закон с заповедем, учением, дабы из двух создать в себе, в самом, одного нового человека, устрояя мир. Аллилуйя. То есть, если у тебя есть враг какой-то, если у тебя есть какие-то люди, которые враждуют против тебя, вот. Бог говорит, что Он упразднил эту вражду, то есть уничтожил эту вражду своей плотью, когда умер на кресте. Вот. И сделал в себе самом одного нового человека. То есть, я должна рассматривать своего врага как самого себя. То есть, Бог видит нас одно. Понимаете? Одно. Вот. И во Христе мы одно с этим человеком, который когда-то был твоим врагом. Вот. А когда тебе угодно, когда Богу угодно, пути человека, он и врагов его примиряет с ним. Аминь. То есть, мы должны понимать, единственное, наш враг – это дьявол, сатана, да, который под нашими ногами. Его участь уже в озере, горящем огнем и сером. Все, он уже горит в этом озере, горящем огнем и сером. Вот. Аминь. Потому что участь его такая. Аминь. Вот можно даже сейчас его туда отправить. Аллилуйя, слава Иисусу. Бытие 2.18. Бытие 2.18. И сказал Господь Бог, нехорошо быть человеку одному, сотворимого помощника соответственного ему. Аллилуйя, слава Иисусу. Ну, это когда Бог сотворил, значит, Адама. И потом Он сотворил ему жену. Но, когда Он ее сотворил, и Он сказал, оставит человек отца и мать и прилепится к жене твоей, и будут двое, одна плоть. Опять говорится, одна плоть, понимаете? Одна плоть. Не две плоти, а одна плоть. Аминь. Так, Эклисиаст 4.9. Эклисиаст 4.9. Двоим лучше, нежели одному, потому что у них есть доброе вознаграждение в труде их. Слава тебе, Господь, что моя сущность не стирается, несмотря на то, что ты живешь во мне. Я остаюсь 100% человеком, и я также 100% Бог. И мы теперь, я никогда не один, скажи, я никогда не одна, потому что Бог живет во мне. Аминь. Аминь. Аллилуйя. Слава Иисусу. И Бог, Он, вот как ты хочешь. Если ты богиня, Он Бог. Да, вы один Дух. Если ты человек, то Иисус тоже человек. Он Сын Человеческий. Он навсегда останется Сыном Человеческом. Тоже, получается, вы одно тело во имени Иисуса Христа. Что муж и жена были, которые Бог из праха сотворил. Хотя Еву Он сотворил не из праха. Это и Адама Он сотворил из праха. Создал из праха, не сотворил. Создал. А Еву создал из ребра. То есть, она уже не из праха получилась. Вот. А из его ребра. То есть, она уже была создана из полуфабриката. Вот. Сотворены мужчина и женщина по образу и подобию Божию. Аминь. То есть, сотворён и создан – это разное. Сотворён – это когда из ничего. Когда из ничего. А создан – это из какого-то материала. То есть, из того уже было сотворено. То есть, Бог сотворил землю. Ну вот. И из этого земли Он создал Адаму. Вот. А сотворил Он уже из самого себя. То есть, когда из Бога уже идёт. Когда из Бога, то сотворил. А когда из чего-то материального, то создал. Вот. И мы с вами… Он нас и сотворил, и создал, и родил. И родил. То есть, мы не отрицаем ничего из того, что касается нас. И сотворил, и создал, и родил. Вот. То есть, во Христе Иисусе не разделяется. Вот. Но то, к чему мы больше склоняемся, вот, то и будет больше преобладать. Вот. Если я, допустим, говорю, что ты меня только родил, я дочь твоя. Вот. То и буду я получать. Вот. Если я буду говорить, что ты мой Создатель, то больше, как бы, к земле. А если я говорю, как сотворённая, то есть, новая тварь во Христе Иисусе. Новая тварь. То есть, не рождённая, а сотворённая. Вот. И там тоже другое совсем. То есть, Иисус отличается. И отношение к Богу тоже отличается. К сыну рождённому, к сотворённому, к созданному. То есть, разные уровни отношений с Богом. Вот. Конечно же, Бог хочет, чтобы мы думали о себе, как о Его детях, именно рождённых. И потому что, если мы рождены от Него, а написано, рождённая от Бога не грешит. Конечно, Богу больше угодно, если мы будем думать о себе, как о рождённых им. Вот. И тогда мы больше сможем сделать для Бога. И тогда мы сами будем думать о себе, как о Бога. И будем иметь такие же сверхъестественные способности, как у Бога. Вот. И такие же возможности, как у Него. Вот. Всё зависит от того, как мы сами себя оцениваем. Вот. Потому что Бог нас оценивает именно так, потому что Он хочет нас сильно-сильно к себе приблизить. Он очень-очень сильно-сильно-сильно любит нас. Поэтому Он очень сильно-сильно-сильно хочет, чтобы мы думали, что мы Его дети, именно рождённые. Аминь. И чтобы мы... Потому что, если мы рождённые, то мы можем больше сделать здесь. И навести порядок больше здесь. Вот. Если мы будем осознавать и думать о себе, как о Богах, как о Его детях, как о сверхъестественных существах, рождённых свыше, пришедших свыше и сошедших с небес. Вот. Вот. Если мы будем думать о себе так, то мы больше сделаем для Бога. Аминь. И идёт постоянно борьба, значит, вот, да, в нашем разуме и в сердце, к чему мы больше склоняемся. Аминь. Слава Иисусу. Ну, слава Богу, что во Христе Бог всё соединил. И земное, и небесное. Поэтому, если я себя веду как созданность, созданность, это не значит, что Бог меня там не любит, Он всё равно меня любит, Он всё равно обо мне заботится, Он всё равно обо мне думает хорошо, вот, все грехи уничтожены, смерть разрушена. Аллилуйя. И я должна осознавать себе не вне Христа, а во Христе, в Нём, как новое творение во Христе Иисусе, это тоже хорошо, когда я себя осознаю новым творением во Христе Иисусе. Вот. Это значит, что уже не я живу, но живёт во мне Христос, а что, но не живу воплоти, то живу в веру в Сына Божий, возлюбившего меня и предавшего себя за меня. Если я осознаю себя новым творением во Христе Иисусе, значит, я уже сейчас должна думать о том, что я уже живу сейчас на новом небе и на новой земле. Не когда-то потом будет новая земля и новое небо. И некоторые ждут, да, когда же эта земля сгорит. Вот. На самом деле она сгорает тогда, когда мы думаем о том, что она сгорела. Вот. Когда мы уже думаем о том, что я уже живу сейчас на новом небе и на новой земле, как новое творение во Христе Иисусе. И я уже начинаю творить всё новое сама, потому что во мне природа Божья. Вот. Аминь. Слава Иисусу. Слава Иисусу. Я сама решаю, когда протрубит эта труба. Я решаю, потому что отец живёт во мне. Если он живёт во мне, значит, он должен что-то знать. Как отец я должна что-то знать. Вот. Знать, когда наступит этот день. Я решаю. И каждый из нас так должен думать. Я решаю. Когда я хочу, чтобы этот день наступил. Ну, да. Конечно, я хочу, чтобы все пришли к покаянию. А, ну, допустим, сегодня. Все пришли к покаянию. Завтра родились новые, родились новые дети. А они ещё не покаялись. И так по кругу получается, что это самое... Надо их тоже приводить в покаяние постоянно. Вот. Что-то никак. Ну, вот как ты так сделаешь? Ну, это только природа Бога может сделать. Иметь власть над временем. Иметь власть над временем. То есть прийти вовремя, тогда этот человек готов. Аминь. И эта секунда, когда он покаялся, эта секунда, когда он принял Иисуса, это и есть его день, как Господень, который наступил для него. Аминь. Наступил день Господень для этого человека. День спасения – это и есть день Господень для этого человека, который покаялся. Вот. И... А он единственный человек. Он единственный Бог на этой земле. Если бы он был один-единственный на этой земле, Иисус бы умер за одного его единственного. Это и есть день Господень, который уже наступил для него. Аминь. А для тех, кто еще не покаялся, для них день еще Господень не наступил. И вот каждый, кто приходит к Иисусу, для него наступает день Господень, день его покаяния. Последний день, когда Иисус говорит, я воскрешил его в последний день. Но когда этот последний день наступит? Последний день наступает тогда, когда человек, именно в его жизни последний день наступает тогда, когда душа его выходит из тела. Это и есть его последний день, когда Бог воскрешает его. То есть, это не значит, что он вышел из своего тела, то он дальше не живет. Он живет дальше, продолжает жить дальше. Вот, это и есть его последний день. Аминь. Слава Иисусу. Так. Иоанна 4. Иоанна 10.17. Иоанна 10.17. Потому любит меня Отец, что я отдаю жизнь мою, чтобы опять принять ее. Аминь. Слава Иисусу. То есть, есть условия, по которым Отец Небесный любит Иисуса. Он говорит, потому что я отдаю свою жизнь, поэтому он меня любит. И он меня любит еще не только потому, что я отдаю жизнь. Он меня любит еще за то, чтобы я ее опять принял, эту жизнь. Потому любит меня Отец, что я отдаю жизнь мою, чтобы опять принять ее. Аминь. Алло. Еще у богослужения идет, еще проповедь идет. Звони, пожалуйста, позже. Ну, иди. А что, никого там не будет? Ну, скажи ему, что... Это самое... Приходи на богослужения тогда. Я еще тут провожу. Да, я что-то записываю проповедь. Так, я извиняюсь. Так. Видите, любит меня Отец. Вот, Отец живет в тебе. Отец живет в тебе. Если я и Христос одно, это значит, я отдала жизнь свою за тебя. Вот. И потом приняла ее опять на себя. Вот. Опять приняла эту жизнь. Так же и ты. Если в тебе живет Иисус, да, значит, ты отдал свою жизнь за меня, чтобы опять принять ее. То есть мы, получается, отдали жизнь друг за друга. Вот. И таким образом, конечно, ты будешь любить того человека, который за тебя отдал свою жизнь. Вот. Это просто абсурд, да, не любить того человека, который отдал за тебя свою жизнь, который хочет, чтобы у тебя было все хорошо и все лучше, чем у всех. Вот. И если так вот размышлять и думать, да, значит, Отец Небесный живет в каждом человеке, в котором живет Иисус. Вот. И поэтому Он, Отец, который живет в них, любит Меня. Поэтому Иисус и сказал условия, да, потому любит Меня Отец, что Я отдаю свою жизнь, чтобы опять принять ее. Вот. Даже вот, когда человек что-то доброе тебе делает, да, что-то доброе тебе делает, вот, ты уже начинаешь его любить. Ну, как бы, потому что, ну, к нему хорошо относиться. Вот. А тут за тебя жизнь отдали, за тебя заплатили, за все. Конечно, ты будешь любить Его. Вот. Это, получается, Иисус заплатил за Отца, вот, который живет в тебе, да, заплатил Он за Него, за Отца. Вот. Который в тебе живет уже. Вот. Заплатил за многих Отцов, которые живут в других людях, которые тоже уверовали в Иисуса и приняли Иисуса. Аминь. Слава тебе, Господь. Поэтому, говорится, любите друг друга, как Я возлюбил вас. Потому что в нас живет Христос. Если мы говорим, что любим Бога, а брата своим ненавидим, то мы лжецы, говорится. Потому что, как ты можешь любить Бога, которого не видишь, если ты не любишь брата, которого видишь. Поэтому всегда Бог отождествляет по Новому Завету нас с собой. Аминь. У нас просто должна стереться всякая грань о том, что... И всякое сомнение в том, чтобы мы... Мы не сомневались в том, что мы Боги. Не сомневались в том, что мы сыновья и дочери Божьи, значит, мы Боги. Аминь. Не сомневались в том, что мы отцы. Аминь. Потому что Отец живет во мне. Написано... Пишу вам отцы. Потому что вы познали сущего от начала, написано. То есть, если в тебе живет Отец, ты осознаешь себя Отцом, это значит, ты познал сущего от начала. Аминь. От начала, когда еще ничего не было создано, ничего не было сотворено. То есть, ты познал этого Бога. И ты уже начал с Ним творить все. Потому что Библия говорит о том, что в нем, во Христе Бог избрал нас еще прежде создания мира. Прежде. Значит, ты уже познал этого сущего от начала. Аминь. Бытие 29.19. Тут немного осталось. Бытие 29.19. Лаван сказал, лучше отдать мне ее за тебя, нежели отдать ее за другого, кого живи у меня. Ну, здесь говорится о свадьбе Иакова и Рахиля. А вот, то есть, ее отец, значит, выбрал, ну, отдал ее за него. Он сказал, это лучше, чем за кого другого отдавать. И знаешь, что если Бог избрал тебя, значит, Он предпочел тебя кому-то. Предпочел тебя кому-то. То есть, ты лучше, что избрал Господь. Скажи, я лучше, кого избрал Господь. Он предпочел меня. Вот. Кому-то другому или кому-то другой. Какой-нибудь другой. Он предпочел меня. Потому что Он сказал, что лучше, лучше я ее возьму за уши, чем за другого. Или я лучше за него выйду за уши, чем за другого. Аминь. Вот так Бог ценит нас. Так, Матфея 27, 58. Он, придя к Пилату, просил тело Иисусова. Тогда Пилат приказал отдать тело. Аминь. Иисус отдал мне свое тело. Аминь. Скажи, Иисус отдал мне свое тело. Иисус, 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 Иисус. Аллилуйя, слава Иисусу То есть у нас должно быть такое сердце Раз Господь говорит, да, что Он благоволит к тому человеку То есть Он его говорит, что это хороший человек Когда ты отдаешь душу свою голодному Ну, отдаешь голодному душу твою, напитаешь душу страдальца И Он говорит, тогда твой свет взойдет во тьме И мрак твой будет, как в полдень Аминь, слава Иисусу Свет твой взойдет во тьме, мрак твой будет, как в полдень Аминь То есть это доброе дело, когда голодных кормишь, да, страдальца самутишаешь А Иисус именно Тот, Который напитал нашу душу Который отдал за нас Который нас питает, кормит каждый день Греет и питает То, что Господь, Он питает и греет церковь, написано Никто не имеет ненависти к своей плоти Но питает и греет ее, как Господь церковь Написано Мужья любите своих жен, да, и Любящий жену любит самого себя, написано Ибо никто не имеет ненависти к своей плоти Но питает и греет ее, как и Господь церковь Первая церковь, статья 1.28 Сейчас, вот этот последний стих И уже будем закругляться Сегодня мы просто поздно начали Первая церковь, статья 1.28 И я отдаю Его Господу на все дни жизни Его Служить Господу, и поканилась там Господу Здесь вот говорится об Анне, которая родила Самуила Да, она пообещала Господу, что она отдаст его для того, чтобы он служил Господу Ее сын, потому что она долго была бесплодная И просила и молилась Богу, чтобы именно забеременеть И вот она пообещала Богу, что она его, если Бог ответит ей на молитву То она отдаст его Господу на служение Вот, чтобы он служил Господу Ведь не все же хотят служить Господу А Господь так делает, да, чтобы находились люди, которые хотят служить Господу Он их избирает Вот, то, что не все хотят служить Господу То, что, с одной стороны, это привилегия и честь А с другой стороны, это большая ответственность и тяжело Вот, потому что много разных там страданий и так далее Вот, и благословений тоже Если страдания сильные, то и благословения большие Если страдания не очень большие, то и благословения не очень большие Вот Но мы должны знать, что мы страдали ровно столько, сколько страдал Иисус Поэтому и благословение от всего Иисусова приходит к нам Аминь, слава Иисусу И, в общем, Самуил был пророком Божиим Среди израильского народа Аминь Я единственный Я единственный Аминь Я возлюбленная твоя Я единственный Среди девиц Я единственный Среди юношей Аминь Давайте с вами споем Песня-молитва называется «Тебя отдаю» Она родилась 6 февраля 2022 года Подпевайте Подпевайте Только тебе сной Я тебя отдам Только тебе одному Я тебя отдаю 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 Ради тебя одной, жизнь твою отдал, Ради тебя одного, жизнь твою примут. Ради тебя одной, кровь твою пролибал, Ради тебя одного, душу твою отдала. Я тебя отдала, я тебя отдала, Ради тебя одной, душу твою отдал, Ради тебя одной, жизнь твою отдал, Ради тебя одного, жизнь твою отдал, Я тебя отдал, я тебя отдал, я тебя отдал, Ради тебя одной, тела твою отдал, Ради тебя одного, тела твою примут. Только тебе одной, сердце твое отдал, Только тебе одному, сердце твое отдал. Я тебя отдал, я тебя отдал, Я тебя отдал, я тебя отдал. Аминь. 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 Аминь.